Привет! Сегодня мы с вами продолжаем изучать разговорные слова и выражения вместе с сериалом Кухня. Порядок работы. Смотрим видео столько, сколько нужно. Для дополнительной практики возможно приобрести доступ на патрон. Там же можно поддержать развитие канала. Используем полученные знания на практике. Огрызок, ты че тут коробку грязную поставил? Огрызок. Это оставшаяся после нескольких укусов часть яблока. Прямо как Эппл. В устах сени звучит как оскорбление. Пример. Если ты доил яблоко, выброси огрызок. Сам ты огрызок. Не, ну вообще. Означает одновременно удивление и возмущение каким-то услышанным фактом или чьим-то поведением. Это как бы наша реакция на какое-то обычно негативное событие. Вообще здесь происходит от слова вообще. Просто в разговорном русском мы любим все сокращать. Наверное, чтобы быстрее выразить свои мысли. Пример. Шеф сказал сегодня работаем допоздна. Не, ну вообще. Он разве нам платит за это? Задолбать. Из перевода, думаю, уже все понятно. Мы говорим так, когда устаем от кого-то настолько, что больше не можем терпеть. Пример. Привет. Дай мне еще 100 рублей, пожалуйста. Ты задолбал уже. Я дал тебе так много денег, а тебе все мало. Поплотнее. Нравится мне словечки Нагиева. В общем, из контекста понятно, что он спешит и хочет, чтобы Виктория сообщила информацию побыстрее. Пример. Слушай, ты занят. Хотел поговорить с тобой. Давай поплотнее, если можно. Мне нужно бежать. Вчера на кухню устроился повар Максим Лавров. Я хочу, чтобы его уволили. Вот как? А чего? Совсем дурак? Да. Он сегодня устроил кавардак в баре. Разбил бутылку ликера, стакан, сломал кофемашину. Костя! Это правда? Устроить кавардак. Обычно это выражение звучит тогда, когда мы описываем ситуацию, в которой кто-то устроил беспорядок. Пример. Твой новый работник устроил такой кавардак на рабочем месте. Ужас. Солдафончина. Здесь это слово требует пояснений. Скорее всего, Дмитрий Владимирович имеет в виду, что не терпит насилия, грубой силы. Пример. Работники нашего офиса уважают и любят друг друга. Поэтому, чтобы никакой солдафонщины. Дурачиться. То же, что валять дурака. Заниматься чем-то бесполезным и безвредным. Пример. Когда были молодыми, мы любили ходить в ночные клубы подурачиться. Дергать по пустякам. Данное выражение означает беспокоить по неважным причинам. Пример. Все. Я занят и должен работать. Пожалуйста, не звони мне и не дергай меня по пустякам. Че ты ноешь? Обычно мы говорим так, когда не понимаем, почему и на что человек жалуется. Пример. Я так занят и ты дал мне так много домашней работы. Че ты ноешь? Бери и делай. У шлепок. Довольно трудно передать значение этого слова на английском. Однако нужно знать, что слово достаточно грубое и обидное. Используйте осторожно. Пример. Ты же сказал, что был занят у шлепок, а ты весь вечер провел за приставкой. Стерва. Данное слово мы обычно применяем к очень наглым самоуверенным женщинам со скандальным характером. Пример. Моя коллега настоящая стерва. Она пойдет на все, чтобы получить повышение. Прекрасно. В этом уроке мы с вами выучили много крутых разговорных слов, которыми я уверен вы сможете удивить своих русскоговорящих друзей. А чтобы практиковаться больше, есть специальный канал на Patreon, где вы можете получить доступ к заданиям и упражнениям по каждому из видео из этой серии. Ссылочка ждет в описании. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео.